Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Новак. Вы смотрите рубрику «Родителям о детях». И сегодня наша студия уже наполнена праздничным настроением. Ведь совсем скоро длинные выходные и не самые простые, а пасхальные. Именно сегодня мы расскажем, как совсем просто можно наполнить свой дом тоже какими-то поделками. Причем сделать это можно вместе со своими детьми. Давайте представлю вам нашего эксперта. Дарья Григорьева, декоратор. Здравствуйте! Добрый день! Ну а также давайте знакомиться с нашими юными специалистами сегодня. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Рома, у меня фамилия Байков, мне 7 лет. Учусь в 72-й школе, отличные оценки. У вас в школе совсем скоро уже будут такие маленькие каникулы, потому что Пасха ожидается. Вы в семье как отмечаете Пасху? У вас есть традиции? Да. Мы ездим к бабушке, разукрашиваем яйца, прячем их, находим и едим. И сам едим. То есть это такие главные атрибуты, да? Хорошо, спасибо. Как зовут тебя и сколько тебе лет? Меня зовут Нелли, мне 8 лет. У меня фамилия Полякова. Учусь в 51-й школе, оценки хорошие. Хорошо. А Пасху вы как дома отмечаете? Какие у вас традиции? Мы красим яйца и ложим в корзинку. И прячем их, и потом ищем. А что делаете вы еще в тот день? Может гуляете на качелях? Мы гуляем, потом ездим кому-то в гости и отмечаем. Хорошо, спасибо тебе. Как зовут тебя? Сколько тебе лет? Меня зовут Сергей. Я Бойков, мне 7 лет. Я учусь в 72-й школе. Даша, как ты отмечаешь Пасху? Что тебе больше всего нравится? Есть яйца. Именно есть, а красить? Тоже. Тоже. Хорошо. Ну что ж, Даша, яйца, как мы услышали, это главный атрибут праздника, ожидающегося. Как можно с помощью настоящих живых яиц что-то сделать с точки зрения декоратора? Настоящие живые яйца с точки зрения декоратора очень нехороший материал, потому что у яиц есть срок годности. Поэтому в декораторстве используются пустые яйца, то есть чтобы опустошить живое яйцо настоящее, надо проколоть сверху, проколоть снизу обычной иголочкой. И дунуть не сильно, а плавненько выдувать, и яйцо выдувается, остается капсула. Ее высушиваем, и тогда это можно использовать в декораторе, иначе может быть очень плохо. А еще можно покупать пластмассовые, вот это конкретно пластмасса, можно декорировать самим, можно купить уже какие-то декоративные всякие атрибуты разных цветов и так далее. Об этом... Но если про настоящие, то я имела в виду с точки зрения декоратора, что их можно сложить там в корзину, может быть в коробку какую-то красивую. Вот какие могут быть советы? Потому что все же будут красить по-любому. Все будут красить, и сейчас огромный ассортимент чем красить, как красить, разные техники. Самое простое, это, конечно, классика корзинки, опять-таки соломки подстелить. Вот в наших примерах я использовала... Это не солома, это называется сизаль, тоже растительная... Можно взять, показать, что... То есть это тоже растительный материал, и он выглядит как солома, но при этом... Держите, можете потрогать. То есть он не рассыпается, не мусорит, и смотрится очень такой классический и характерный атрибут. Солома, яйца, кролики, цыплята. Вот солома очень вписывается. Имитация соломы из сизали получается отличная. По декору. Давайте поговорим о том, чем может мама с ребенком заняться, чтобы к празднику устроить и оформить помещение, или на работу какие-то сувениры, или в школу, может быть, на ярмарке. Самое простое, делать... Во-первых, можно сделать яйца самим. То есть их можно сшить из ткани, можно купить пенопластовые базы и их как-то декорировать. Папье-маше можно сделать, можно вырезать из бумаги. То есть вариантов превратить в яйцо можно все, что угодно, в принципе. Но мы сегодня будем говорить о более таких растительных декорах. Они прекрасны тем, что это может быть длинное мероприятие. Не просто вот взяли сегодня, сделали, и все. Вначале можно пойти с ребенком, выбрать горшок и выбрать луковицы, которые мы посадим. Потом посадить их и подождать, пока прорастет. Вот здесь, например, у нас выращены гиацинты. То есть это пять луковиц, их заранее посадили, и потом вы с ребенком наблюдаете, как эти растения выросли. И потом уже ближе к Пасхе декорируем. Вариантов декораций много. Начнем с простого. То есть декор, если нет времени или желания, очень много предлагают разные торговые центры и магазины. То есть огромный ассортимент. Чем можно декорировать? Начнем с простого. То есть вот вырос наш какой-то цветочек. Яйца можно купить в магазине и сделать им палочки, как это сделала я. Либо можно продаются комплекты прям вот разноцветных яиц. Ребята, вот у нас есть цветок, давайте украшать. То есть все очень легко. Берем и куда нравится втыкиваем. То есть получится... Уже пасхальная композиция. Да, вполне себе. То есть единственное... Держи, пожалуйста. Я еще вот сюда. Давай. Она короткая, давай снизу куда-нибудь стыкай. Вот эти все наверху, кроме коротких. Ну вот короткие внизу, а эти наверху. То есть вот у нас получился уже элемент пасхи. Опять-таки, может быть, уже есть дома цветы. Можно их не выращивать, можно их просто украсить. Следующий пункт. То есть вот корзиночка. Отличный атрибут перья. То есть перья можно купить, перья можно выдернуть из пуховика или из подушки, у кого что есть. То есть перья к палочке примотали просто скотчем. И если его тоже воткнуть в горшок, то есть маленькая деталь, но она придает именно вот этого пасхального настроения. И один из самых, наверное, популярных, то, что мы сейчас с ребятами будем делать, флористика, это в том числе и, например, букеты с доставкой. И один из самых популярных букетов на Пасху, которые у нас заказывают, это букеты, естественно, вербы. И я вам покажу тот классическое оформление, которое самое востребованное у наших клиентов. То есть вот у меня тут большая ваза с веточками. Тут все понятно. Ребята, мы уже веточки... Так, нам надо убрать только цветочек, чтобы было лучше видно. Давайте отодвинем. Это все в сторонку. Всем уже розданы веточки и всем уже розданы ленточки. Ленточки могут быть разной длины, разной ширины, любого цвета. Цвет можно подобрать под интерьер. И, ребят, смотрите, теперь берем нашу веточку, выбирайте, какая вам нравится. И произвольно, в каком... выше, наверху, где-то наверху венточек, мы привязываем ленточку. То есть взяли и просто завязали на обыкновенный узелок, даже не на бантик. Так просто. Так просто. Просто узелок. Смотри, давай я тебе помогу. Вытягиваем примерно одинакового размера. Просовываем. И хоп. И затянули. И получилось. Давай вторую пробуй навесить. То есть в разные места привязываем ленточки разного цвета. Главное наверх. Да, главное наверх. Если веточка останется, можно в букетик собрать? Можно, но у нас букетик, смотри, стоит в вазе. То есть мы сейчас будем оформлять веточки, а потом добавим в общий букет. Вот. Отлично. Еще давай привязывай, какие тебе цвета нравятся. То есть добавляя эти веточки в букет, он сразу добавляет настроение, цвета. Пасха же это разноцветные яйца и так далее. Вот. Давай еще. Давай какую-то веточку украшай. Ну, принцип такой, что все-все-все веточки без исключения, которые в этом букете? Нет. Мы именно отдельные какие-то. Произвольно любые, какие понравились. Не могу. Много ленточек, мало ленточек. То есть вот давайте вместе. То есть тут на вкус и цвет, что называется, можно сделать с бантиками. Можно просто. И плюс в такой букет хорошо добавить какую-то дополнительную. Можно вот с бантиком завязать. Тоже неплохо. И в такой букет хорошо добавить какую-то изюминку. То есть можно взять яйца с петельками и тоже повесить на эти веточки. И получится такое тоже уже совсем пасхальное настроение. А можно... Сейчас еще одну добавим. Так, чтобы уж... Блин. Следующая очень пасхальная вещь – гнездо. То есть гнездышко я специально не делала. Я его просто купила, чтобы подобный продукт был доступен с зрителем. Палочку приделываем. В принципе, кулинарная шпажка и клей. Этого будет достаточно. И тоже вот в этот же букет можно вставить. И еще кусочек настроения пасхи добавить в свой дом. Мне еще две веточки. У меня уже все готово. Все готово? Все прям веточки сделал? Какой молодец. А можно две веточки вместе? Можно. Можно. То есть тут у детей проявляется творчество. Они начинают думать, что бы сделать, как бы сделать, как привязать, как переделать. То есть тут всегда детям есть место, где развернуться. И чтобы можно было самим сделать, можно дополнительно яйца какие-то вырезать. А еще вот один из таких... Вот до этого мы дойдем. Молчу тогда. Прячу, прячу, прячу. Прячу, никому не показываю. Нет, мы уже все показали, но мы пока все не расскажем. Хорошо. Пускай ребят закончат тогда, чтобы они тоже узнали, потому что это самый забавный заяц, который у нас сегодня есть. Ребята, а вы как-то дома декорируете? Нет. Нет, совсем никак? Верочки. Да? А что вы делаете? Мы берем корзинку, набираем какой-то красивой травки и цыплят покупаем. И это ложим на яйца. Бывает то, что еще цветочки какие-то. Так, куда мне эту геточку? Куда хочешь, да. Так, может, теперь, раз вы не декорируете, домой придешь, скажешь, а давай попробуем, мам? Угу. Да? Да. Понравилась тебе эта идея? Угу. Сережа, тебе? Здорово? Да. Увлеклись. Да, увлеклись. Так, вот. А может, еще верить? Что еще? Нет, мне понравилось. Все получилось, да. Мне понравилось, сказал Рома. Тут прям конструкторское бюро. Ой. Ничего, сейчас мы поправим. Надо было два узелка вяжать. Ну, ничего, мы сейчас, я тут бантик тебе довяжу, и получится, что... На самом деле, она в первый раз показала, как быстро дети включаются в то, что ты им предлагаешь, и начинают предлагать какие-то свои варианты. Да, это достаточно просто, а если дать еще больше материалов, бумага, ножницы, клей и ух, там же не остановить будет. То есть тут очень много вариантов, чем заняться, и это весело, интересно и очень атмосферно именно относительно праздника, потому что все-таки серые бунти надо скрашивать. Ну что ж, а теперь мы раскроем секрет нашего зайца, потому что заяц это тоже, конечно, такой пасхальный герой. Он разносит повсюду яйца. Точно. Ну да. А шоколадных зайцев вам дарят? Да. И даже киндеры. Да. И вы прям сразу съедаете их? Нет. Нет. Надо сначала домой забрать в садике, а в школе тоже разносить. Нам их ничего дарят. Поэтому мы их разносим. Одноклассникам, одногруппникам и всем остальным. А вы заметили зайца на нашем столе? Присмотрите. Вот. Увидели. Так, Даша, мы раскрываем секрет, как делать такого зайца. Обычно у зайца это уши. В нашем случае у нас зайц повернулся другим ракурсом и копается вот в наших гиацинтах, которые выросли. Давайте повернем праздник другой стороной. И сделать такой забавный декор, в принципе, под силу каждому, потому что состоит он из очень простых вещей. Помпон. Конкретно этот я сшила. То есть я усложнила задачу, пошла в тканевый магазин, купила ткань, сшила шарик, набила его, зашила, и получилась у нас вот будущая попа. Держи. Вау. Потом у зайца должен быть хвостик, и хвостик я сделала из коробочки хлопка, то есть оторвала один сегмент, и вот у нас получился хвостик. То есть приклеиваем хвостик на место, плюс лапки вырезаны просто из бумаги, и пяточки на лапках тоже сделаны из хлопки. По сути, это может быть просто вата. Конечно. Ватка. Вот, то есть зайчики могут быть не такого естественного цвета, как у меня, они могут быть разного окраса, они могут быть розовые, зеленые, всякие разные. То есть своего фантазийного зайца каждый может придумать сам. Очень легкий, но очень забавный декор. Пасха же это все-таки веселье. А можно вместо такого хвостика сделать из шарика ваты. Да, и приклеить его. А еще шарики же бывают разноцветные, то есть хвостики могут быть у зайчиков разноцветные. И зайчики бывают беленького, или черненького, или серенького. А розового? Тоже. Розовый зайца. Ну а кто-нибудь дома придет, повторит такого зайца, сделает? Кому-то хочется из вас? Такого. Или тебе? Да. А как ты думаешь, что у тебя могло бы тогда вот таким пумпоном послужить? Ну я бы сделала ушки, носик, ротик и глазки. А по обоям можно от шапки оторвать? Можно. Если шапку уже носить не будем, то можно и от шапки. И хвостик. Только будет мини. Если маленькие пумпоны, то можно мини-зайчика сделать. И многое. Мой стиль. Но он же зайчик, зайчики мягкие. Я первый раз трогаю такой пумпон. А я нет. У нас диска... Ну, ни один заяц не пострадал, это искусственный мех. Да, но расставаться они с этим, да, так и не хотят. Даша, ну, помимо всего прочего, того, что мы рассказали, это действительно очень просто, это очень быстро. Все эти материалы можно найти в магазинах специальных, где продается декор, или это хозяйственные магазины в том числе? Это может быть. И специальный магазин, есть прям база по флористике. Это может быть продовольственный супермаркет, огромный ассортимент даже в самых маленьких супермаркетах. Все равно есть какая-то атмосферная, тематическая часть товара, то есть конфеты, декоры. То есть шоколадными яйцами тоже можно украсить свой дом, потому что, ну, вот с такими пассажирами опасно шоколадными яйцами украшать, но все равно можно. То есть декор очень доступен, стоит недорого. Часть декора можно сделать самостоятельно, и главное придумать, как употребить, потому что перья на улице тоже декор. Главное найти, получается. Хорошо, помимо того, что мы уже показали и рассказали, ты заходишь, действительно что-то выбираешь, тех из цыплят можно игрушечных купить, да, во многих супермаркетах. Что можно еще сделать, чтобы наполнить именно свой дом настроением, но в то же время, чтобы не переборщить? Украсить его. А вот как? Ну вот подскажи. Вот как? Ну, с чем? Купить яйца пластиковые. Положить их. Куда положить? Около краей. В ботинки. Так, хорошо, еще как можно? Еще повесить, приклеить их к стенке. Угу, хорошо. И купить украшения. А можно купить цыплят, солому и положить в корзинку, положить туда цыплят и яйца воткнуть. А еще можно купить шоколадных яйца зайчиков и каких-то еще конфеток. И спрятать их. И потом с друзьями искать. Здорово. Даже есть что добавить к этому экспертному мнению? Я бы еще испекла каких-нибудь вкусных булочек, чтобы наполнить дом ароматом. Вот, это запах праздника. Еще что-то хотел сказать, да? А можно спрятать зайчиков вместе с яйцем. Зайчики, это будет как подсказка, куда идти. Здорово. Увидел зайчика, идешь туда. Угу. Так, Сережа, ты что-то еще хотела сказать? Я хотела сказать, что можно яичко разбить аккуратненько, потом туда положить пироженки. Ого, как интересно. Если помыть скорлупку, действительно можно сделать десерт. То есть взять живую скорлупку, вымыть, высушить и туда добавить какой-то там крем, печенюшку. Вполне возможно, да. А можно взять грибы, испечь какой-то салатик, положить салатик в грибы, приготовить в духовке и будет прикольный десерт. Может быть, фантазийный, фантазийный. И можно еще и икрой украсить. Можно. Но главное не зайчиками. Не, ну можно же зайчики рядом положить как бы. Можно. Ну а куличи ваши родители или бабушки, дедушки делают? Да. А мы покупали. Угу. Мы шли в церковь и, ну, там, зажигали свечу. И все. Ну, и вот тоже кулички покупали. Молились. А яйца на того били? Да. Кто выиграл? Я выиграла. Мои один раз разбила все яйца, кроме друзей. Кроме подруга. Кроме подруга. И еще я несколько раз побил его. Мы бились. Мое яйцо разбилось, а его нет. И кто поиграл на свое яйцо, должен был съесть. Сколько яиц пришлось съесть? Одно. Ну, хорошо. Спасибо вам большое за этот экспертный совет. По сути, у нас получился. Я еще хочу сказать. Давай, только очень быстро. Можно еще вместо пряничка положить в скорбу, лупку. Можно еще там сделать мороженку. Можно, только очень маленькую. Спасибо вам большое. Я думаю, что это действительно настолько наглядно показывает. Если ты включаешь творческий процесс ребенка, то он настолько увлекается и выдает замечательные идеи. Даже самому не надо ничего придумывать. Даша, спасибо большое за совет. Ребят, спасибо вам за то, что поделились своим опытом.